ребята всем привет вы на канале семья на чемоданах мы сегодня всей семьей приехали погулять вместе с вами в заброшенный санаторий имени орджоникидзе мы здесь первый раз возможно кто-то из вас тоже а кто-то через экран погуляет вместе с нами мы только что с вами зашли мы уже заехали но я начал наши с вами путешествие и приключения спуститься начать непосредственно с ворот я вас приглашаю на эту обзорную экскурсию погулять вместе с нами перед тем как вы начнете смотреть данный выпуск подписывайтесь на канал ставьте лайк выпуску пишите свои комментарии если здесь вы уже гуляли пишите как вам а мы начинаем и так ребята как я уже сказал сюда заезжают машины и мы соответственно сюда тоже заехали отсюда начинается очень такой достаточно крутой подъем в горку если вы заезжаете на машине будьте аккуратны потому что местные здесь носятся видите прям закладывают такой радиус мы сейчас ехали тоже на прям на встречу ехала машина и мы так ну немножко даже напугались поэтому конечно обязательно будьте внимательны можно подняться пешими тропами вот через такие заграждения с улицы как он курортный проспект по моему называется пешочком аккуратненько смотрите вот здесь непосредственно находится такая парковка здесь все оставляют машины ну и мы конечно не исключение мы тоже припарковали свою машину да здесь так интересно блин запухалка в горку примите так морячки деревья пальмочки кайф откуда-то машина еще спускается туда-туда там наверх дорогу уходит нам это все не нужно нам нужно с вами куда-то пройти вообще почему-то все под замками я так понимаю что вот он весь заброшенный заброшенный в общем сейчас разберемся в принципе я думаю что мы худенькие и мы сможем в принципе даже и пролезть вот в эти проемы да посмотрите какие колонны интересные интересно ладно я все еще своих забираю и мы с вами пойдем осматривать мы все все пойдемте так ребята все мы в полном составе начинаем наше путешествие пока мы не понимаем куда нам нужно идти здесь вот вторые ворота и они тоже на замке но все самое интересное сто процентов начинается там вы можете уже заметить да вот эту всю классную архитектуру да сейчас мы туда будем проходить а здесь что у нас здесь какой-то подвал да ничего там нету так ладно ребятки пошлите искать где нам все это найти так здесь вот видимо был когда-то мой садович как это кайфово все выглядит здесь когда-то был вот проход но его нет сейчас будем искать пошлите дальше сейчас пойдем так здесь видите меня здесь грязно артем игры здесь ждите меня опа так попробуем здесь посмотреть туда вот они смотрите тут все улицы улочки такие туда-туда-туда вообще здесь конечно сами обязательно прогуляемся вау смотрите потолки были да и расписные да все заколочено закрыто но достаточно интересно ребята почему мы решили приехать на эту локацию для вас поснимать потому что вчера вообще была такая задумка сюда приехать но вчера я у там блогера увидел ее спрашивать какие рекомендации вы дадите что вообще в первую очередь посмотреть и она указала вот этот санаторий заброшенный меня родженикидзе поэтому сегодня утром мы прям сразу встали и сюда рванули чтобы для вас тоже отснять материалы показать но вы для себя как всегда принять решение нужно ли сюда вам приезжать или не нужно либо вам достаточно будет посмотреть наш выпуск через экран погнали дальше так ребята я не знаю я так понял что везде вот там места эти заколоченные все поэтому мы решили прям вот тут по тропинке пройти вот и зайти уже и пойти гулять детвора аккуратно добавь мне руку вот так один стоит 2 так 3 все друзья мы начинаем с вами это приключение будем с вами максимально внимательны максимально бдительны да все-таки заброшка можно где-то наступить и на гвоздь я надеюсь нам повезет все будет хорошо вы можете заметить сразу же да насколько здесь плотный лесок из южных деревьев да все находится конечно таком состоянии люди гадят от этого конечно очень очень неприятно так уходит тропинка вправо она видимо уходит до сторону курортного краспроспекта да но мы с вами пойдем сюда попробуем найти главный корпус там есть какой-то бассейн типа это так вот дискотека да очень интересно почему его забросили если вы знаете обязательно пишите в комментариях свою версию какой дерево посмотрите смотрите как как змея и духов камеру поднимая там реально змея прикиньте да да прикинь какое классное о посмотри какое вот это вот дерево смотрите она его прям вросло туда смотри-ка посмотрите ходит туда дорога ходит сюда дорога так давайте у нас ночью был дождь поэтому здесь все так мокренько а вон там пробираются люди но мы пойдем сюда здесь гораздо интереснее да еще так солнышко сейчас бьет в экран прям классно лавочка можно отдохнуть передохнуть так а здесь нас уже встречает кстати на снега грязная а там тупик вот тут давай вот так вот проходите я пройдусь сейчас туда посмотрю что там и вас приглашу ну да пойдемте туда аккуратненько проходите как атмосферно все ты можешь родион мы вот с вами вообще пробираем сейчас я вот обгоню своих и покажу как они будут пробираться через эти все пальмы слушайте ну захватывающий такой квестик у нас получается да ну в кустах вот можно заметить здесь люди устраивают туалет от этого конечно ну да но ничего обходи так вот мы с вами да и можно соответственно спуститься сюда вниз здесь все заколочены ребята все окна ухты если получится у с вами пойдем внутрь и еще там походим настен пойдемте туда лучше сначала в общем я скомандовал идти вниз двери вот видите вот тоже дверь заколочена да вот еще тропинка туда уходит то есть вот по этим всем улочкам можно погулять так я вижу здесь протянуто электричество значит возможно ребята возможно возможно что вот эти всякие фонари которые установлены они функционируют ой какой вид тут конечно да прикольно вообще ну я даже знаете вот мы вроде только что начали с вами наше путешествие по вот этой заброшке но я уже точно могу сказать что это сто процентов стоит этого даже с детками потому что деткам вот тоже интересно классно давайте с вами спускаться и спускаться пониже на выбитые окна первый этаж заколочен возможно туда во внутрь конечно вообще не попасть но мы конечно же попробуем конечно ребята мы попробуем потому что интересно вот уходит туда дорога но здесь много всяких разных пеших маршрутов и вот про что я вам говорил он там идет дорога можно уже услышать машины их даже рассмотреть и видеть вот вы видите да вот там идет курортный проспект мы по нему переехали пойдем пойдем туда а чувствуешь воздух какой-то так смотрите как это все смотрится смотрите как кайф вообще здесь есть табличка вот внимание опасная зона прохода спричем видимо когда-то здесь было все открыто видали как там внутри прикольно пойдемте так ну что мы пока будем обойдемся по кругу а потом будем подниматься туда в углубление и будем смотреть как тут людей здесь в принципе достаточно правильно астика сказала возможно здесь просто приходят люди погулять потому что в воздух ребята здесь вообще бомбический но и можно кстати заметить что здесь садовник наверное какой-то который ухаживает за всем периметром отстригает все деревья видно что они подстрижены но видно что стояли пакеты да так вот а это видимо как раз слушайте как круто вот вот так это все выглядит центральный вход давайте я с вами спущусь покажу что там ой замечательный вид на море у нас открывается посмотрите как это клево смотрится смотрите посмотрите как красиво это вот как раз про что им говорил это самый центральный вход именно здесь можно подняться но мы начали с парковки так как мы на машине вообще кто своим ходом вот она остановочка и вот они пошли лестницы раз лестница 2 поднимаетесь ребята и туда вверх ой как тут круто ребятки мы сейчас здесь немножко сфотографируемся подписывайся на насти на инстаграм у нее там будут фоточки вот ну и конечно про мой тоже не забывайте и продолжим с вами так друзья мы с вами оттуда пришли можно еще продолжить туда но давайте мы с вами пойдем самое основное сердце этого санатория к вот этому фонтану на аквадискотеку да че место конечно кайфовая лестница да хоть это заброшка но выглядит все достаточно классно своя атмосфера желтенькие пальмы видимо от морозов да смотрите как очень-очень здорово да территория вообще огромнейшая вот он вот он фонтан о да вот она аквадискотека прям как в геленджике я думаю вы понимаете про что я возможно это тоже когда-то был чей-то может быть будет чей-то стричка кайфная очень и очень круто и дети тоже в восторге конечно нравится поэтому если вы с детками можете обязательно приезжать так ребятки все мы продолжаем сами путь так самое что интересно что здесь сделано смотрите вот такие спуски не знаю что по ним закатывали когда-то да но они широкие это как бы явно да не для колясок но одним из таких вот подъемчиков конечно можно воспользоваться если вы приезжаете с более маленькими детками вообще слушайте тут тут очень забавно очень клёво да мне конечно очень интересно почему его забросили посмотрите какие там росписи выглядит конечно вообще бомбически опасная зона артем все туда не ходи пожалуйста чтоб с крыши ничего не упало ну я уже да ты же видишь камушки лежат так можно немножко даже посмотреть что внутри вот так вот весь катюль видимо когда-то сюда можно было проходить но сейчас уже ребятки наверное нет ну да так с этой стороны тоже самое так пойдемте сами прогуляемся здесь посмотрим везде есть вот эти предупреждения что ходить не нужно опасная зона потому что сверху падают кирпичи здесь уже даже от вот этих заборчиков ничего не осталось видите их видимо разбивают а вообще это выглядело ребята вот так вот так вон там тоже можно посмотреть как внутри да прикольно слушайте очень очень заколоченное окно да слушайте очень интересно мне конечно нравится большая такая история очень большая очень классно настен так ребята давайте сами сейчас будем подниматься по лестнице вверх я так понимаю что вот это уже такой главный корпус таки у нас здесь есть большое препятствие оп так артем вот тут переходите сейчас куртку все разорвется давай давай радион помните все идем дальше слушайте людей вообще прям был прям очень много так особые кто-то сюда могут прям заехать а там сидит охранник видимо вовнутрь да тоже нельзя так давайте с вами пройдем вот сюда здесь я так понимаю такая балконная группа балкон и вид открывается куда-то сюда куда-то сюда очень-очень клево классно да вот если тоже вот девчонка фотается может сфотаться да посмотрите все конечно разваливается да блин вот если бы это все так цивильно сделали можно было бы а может быть когда-то вы выкупят это как знаете замок в абхазии аденбургского выкупили что-то там сейчас с ним делают дорогие колонны какая мощь я не знаю радион где чудовище так давайте сами продолжим путь ребята все конечно очень очень интересно все закрыто на замки ну и ладно наверное достаточно будет просто сюда приехать погулять подышать этим воздухом блин от этих гигантских ребята елок идет такой запах вообще не передать точно вот это я не смогу вам передать через экран поэтому если кто будет в сочи да ребята по нашей рекомендации обязательно приезжайте как тут клево посмотрите куда мы попадаем гляньте как классно а здесь как раз вот эта тропинка идет уже можно там прогуляться либо попасть вот в такую тему и конечно мы с вами посмотрим что там было есть внутри давайте ой как внутри красиво слушайте да классно так кстати здание видно что вот охраняется он показывал охранников здесь еще есть вот видео наблюдение блин очень жаль что нельзя пройти вовнутрь там походить вот я бы например с удовольствием прям доплатил и походил посмотрел как внутри но внутрь нам походу вообще не удастся никак попасть а еще знаете что я увидел смотрите вот эти вот отводики от кондиционеров правильно они не подключены отрываются да я видел артем да слышите здесь вообще прям потрясающе не знаю куда мы сейчас с вами попадем до здание конечно кайфовы деньги здесь не берут не знаю мне кажется лучше бы деньги брали сделали прям здесь такой формат экскурсий и для многих было бы интересно здесь это все атакая придворцовая присанаторная тогда наверное лучше так сказать территория кайф вот я говорю дворцы строили даже как бы не дворец это санаторий просто вот да большой вопрос почему его забросили ладно давайте с вами продолжать посмотрим что там дальше здесь такая видите зеленым заборчиком огорожены как будто бы смотровая площадка а возможно это и есть смотровая площадка почему знак парковка может быть сюда можно писать и заезжать так да это такая мини смотровая площадочка ребята можно здесь постоять немножко позалипать да интересно интересно в общем ребята территория конечно очень большая это вот здание мы получается обошлись с другой стороны поднялись вот тут вот по лестнице можно туда отправиться гулять можно сюда отправиться гулять безумно большая территория а мы отправимся туда вот вниз так я нашел такую небольшую лазейку давайте сами сюда вместе пройдем посмотрим так ну в общем здесь ничего нет интересного все типично заброшено ну и детвора экстремалят вместе с нами конечно можно по заходить в такие типа местечки что тут у нас ну просто видимо был какой-то подъем но все закрыто все закрыто так лавненько будем с вами двигаться дальше народу все больше и больше приправляет смотрите же какой-то на набережной людей очень прям много а вот сюда уже проход закрыт и там сидит наверху охранник но может быть нам что-то удастся но не факт да отсюда уже вот открываются виды сейчас я покажу как здесь видно вон там уже вторая часть видимо по повтору той которую мы видели смотрите как тут ребята красиво в общем ребята кто приедет сюда здесь можно делать очень-очень клевые фотки просто посмотрите как ветки накрывает вот этот спуск по лестнице просто бомбически так а мы сейчас с вами двигаемся уже непосредственно в эту сторону будем смотреть что там здесь вот уже можно да увидеть такой интереснейший переход посмотрите какими красивыми арками блин как жалко что нельзя зайти вовнутрь так здесь есть еще один спуск посмотрите как много всего балкончик такой что же на нем балкончике делать очень такой узенький и маленький так вот проход здесь опять все закрыто и туда не подняться вот место даже для курения я не знаю мы же их ищем да так вот так вот здесь вот в годы войны находился еще один спуск чтобы гулять там либо можно пойти на эту сторону и осматриваться в той стороне в общем ребятки территория большая о кстати я понял куда мы пришли это как раз забор который он показывал ворота да точнее которым показывал мы там вот как раз запарковались парковка там вот мы и получается да и прошли вон машины там торчат так есть еще туда можно сходить до смотрите мы попадаем на чуть короче мы так мы спустились чуть ниже да а вот здесь уже нет такой росписи потолков просто выкрашено это наверное мы тут не проходили так и спускаемся вниз слушайте место конечно фото очень фото гигиеничная прям вот вообще очень но в принципе вы знаете как мы с вами достаточно все обошли а вот это конечно неприятный момент потому что здесь прям оголенные провода нужно быть внимательны чтобы дети не засунули руку слушайте ну классно класса что мне вообще прям понравилось ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! До новых выпусков! Увидимся с вами уже завтра! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!